мы начинаем нашу вторую часть сегодняшнего дня все в одну не вместится мы в первой части были с вами в городе болхов а сейчас вторая часть мы приехали в городу ценск так что сейчас вместе с вами мы едем по городу ценск вот такой площадь спасибо алексей я все вижу решил выйти из машины показать вам такая вот площадь на площади дворец культуры и стояла я люблю ценск вот так мы с вами сегодня путешествуем из болхова сразу вам ценск а вам ценск мы приехали для того чтобы посетить спасская лутовинова это очень красивое место я вам все покажу и еще хотел бы съездить на первый воин поселок деревня первый воин тоже вам ценском районе надеюсь мы туда успеем до темна доехать но время нас уже четвертый час даже не знаю спаска лутовинова я точно мы едем спаска лутовинова а вот насчет первого воина даже не знаю точно попадем или нет но в любом случае оставайтесь с нами гуляйте с нами проводите время с нами и вы увидите куда мы поедем что мы будем делать все увидите заезжаем на территорию государственного музея заповедника ивана сергеевича трубинова спаска лутовинова такая красота и сейчас по этой территории сейчас на такой красивой территории мы с вами погуляем золотую осень проведем сейчас спаском спаска лутовинова сегодня замечательная погода чистое голубое небо тепло солнечно на улице наверно градусов 17 19 раз за нацист золотая осень Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Ну, мы с Алексеем здесь были два года назад. А мы в музей-то пойдем, нет? Ой, по этим ходить, по комнатам по этим. Ну, да. Природа, мы как бы уличные блогеры, природа нас интересует, архитектура. В церковь-то можно зайти, в музей мы тут все слушаем. Здесь растет бояршник, но его уже... А, вот она, ягодка, смотрите. Вот она, да? Пойдемте дальше, хватит. Меня вот, Дмитрий, удивляет, вот эти жилые дома. Это жилые дома? Как они вот здесь попали? Дмитрий, как вот эти жилые дома здесь оказались в заповеднике? Ну, те, ладно, те хоть через дорогу. А вот эти вот прям, вот они за бояршником. Школьников все еще привозят сюда. Вот уже сколько мы идем, много школьников. Меня тоже во время школы сюда привозили. Ну, во время школы, конечно, интересно было поехать. Во-первых, нас освобождали от уроков, мы ездили. Во-вторых, с классом, на электричке. Было очень весело, интересно. Пока до электрички шли, обобрали все яблоки. Тут был сад яблоней. Что, пойдемте в сувенирную лавку зайдем? Вот, какая-то свинерная лавочка здесь. Аппарат какой-то. Аппарат какой-то. Аппарат какой-то. Аппарат какой-то. А у вас можно карты облачивать? Вот такой сувенирчик я купила дочке, зятю и маме. Мелочь, а приятно. Правда? Пока сувенир попал, мужчины мне нарвали боярышник. Очень вкусный, очень. Такой зрелый, вкусный. Хорошо быть женщиной. Пока сувенир попал, уже мне боярышник. У нас такой боярышник хороший под Александровским маслом. Ну вот этот прям очень вкусный. А мы на электричке ездили. Походили мы на, когда это в школе был, тоже сюда приезжали. Где-то здесь было кафе. А вот оттуда мы пришли со 150 километров. И обратно туда же уходили по этой дороге. Какая красота, посмотрите, какая природа. А вот 3-4 года пошло, и внутрь я здесь. Это замечательное место. И что там за записи? Видео хранится без садов. Впереди музей. Я не знаю, разрешат нам походить по территории? По-моему, там по билету. Мы сейчас спросим у мужчины. Мы в прошлый раз с тобой заходили, Лёш. Помнишь, там... Да, мы заходили в прошлый раз. Без билетов заходили. Там ещё возле снизу озера где-то, да? Да, вот там где-то озеро. Где-то там мы проходили. Сейчас мы спросим. На территорию вход платный, 150 рублей. Мы не пошли на территорию. Мы 2 года назад там были. Пойдём, сходим к озеру. Давайте к пруду сходим. Да, пойдёмте. А он идёт. Да, он и идёт туда. Я, если честно, больше всего интересуют природа и пруд. Всякие там старинные диваны. Не очень. К тому же недавно я выкладывал ролики. Вот. Спас полтовиного. И поэтому... А пруду вот не снимают. Давайте сплодим к пруду. Посмотрим его. Лёша, а вы куда? А там дорожка же. А дорожка и всё. Меня природные объекты интересуют. По-моему, да. По-моему, Лёш, ты прав. Там дорожка. Я 2 года назад была, уже сама забыла. Ой, какое большое денежное дерево. А смотри, какой здесь кротон. Широколистный. Смотри. Кодиум. Татьяна нашла кротон шелколистный. Широколистный. Широколистный. Дережное дерево. Красно. А это отросток от кротона. Ага. Отросток от кротона. Герань. Сейчас танец не закалывается. Нет. За забором? Мы за забором разве шли в прошлый раз? Здесь очень красивая осень. Посмотри, какие оттенки. У нас лес чернеет, правда? А здесь глянь. А шикарно вообще. Такие шикарные оттенки. И вы все зеленые, а клены все желтые, золотые. Красные, глянь, какой. Желтые, красные, да. Надо было знаменитый дуб поснимать. Ну, чтобы пос... На территории 150 рублей, да, с человека. Ну, в принципе, недорого, но... Ну, нам же музей не нужен. Мы не музей. Да не, ну, мы два года назад там были. В школе нас возили. Сколько уже литература об этом прочитано. Я еще хочу... Может, до темна успеем в Первый Войн? Солнце жалко. Я рано садиться. Поехали в 9 утра мы поехали, да. Из дома полдевяту вышли. Вот он, вот он справа. Справа, Дмитрий. Мы два года назад были, а здесь много лебедей было. Ну, мы летом были. Посмотрим на троп. Езжет, и бышки растут, уже хорошо. Езжем. Ну, да, они чистят. Ну, два года назад здесь лебеди плавали, а сейчас что-то я не вижу. Ну, видишь, даже берега все такие. Ну, не спустишься, конечно. Гуси есть. Но там частный сектор на этом берегу, поэтому... А мы в прошлый раз гуляли со стороны частного сектора. Зачем-то выступ делают, пилили. А мы вот со стороны частного сектора в прошлый раз гуляли. Да, да, со стороны были. И вот такие, знаете, какие ветки длинные, так, что воды. В общем, можете смотреть на всех трех каналах. Природа из Орла... Ой, природа и культура, канал Дмитрия из Орла. На канале Алексея Стеблецова. И на моем канале. Посмотрите, сравните, кому что понравится. У Дмитрия более короткие видео, у Алексея тоже. Ну, а у меня... У меня... Вся жизнь на канале. Практически. Как нам сегодня с погодой повезло. Ну, да. Может, туда не стоит идти, да? Да пусть пройдется. Он снимает, говорит на камеру. Пусть пройдется. Само спусть здесь пройдемся. Дойдем до него? Да, идите за мной. Потрапируйся. Ага. Ай-яй-яй, смотри. Смотри, смотри, что у меня. А я думаю, за что ж мне юбка цепляется? Колючки, собачки. Собачки тебя вкусили. Блин, они-то не дираются крепко. Колготки меньше дорогие, жалко. Если я осталась без них. Я с завышенной талией беру колготки. Они еще в прошлом году были 600. А в этом году, наверное... Вернее, весной они были 600. А сейчас, наверное, еще дороже. Ой. Кому нравится звук осенней листвы? Шуршание. Не замуж только мне. Мне очень приятно. Мне приятен этот звук. Дмитрий, вы тоже в собачках? Да. У меня тоже сейчас Леша обирал. Я сегодня в юбке, так как в Болхов ездили. Болхов – это первая часть сегодняшнего дня. И там заходили церковь, собор. Поэтому я ездила в юбке. Слушайте, он мне так понравился бояршник. Вообще такой сладкий, такой вкусный. Мне кажется, я только в детстве в последний раз такой ела. Вот мы и дошли до второго пруда с вами. Это, может быть, специально местные сделали насыпь. Не знаю. Может, это просто один. Просто плотину сделали. Вот здесь, кстати, зеленая корона. Смотрите, какая зеленая. И крапива молодая, кстати, здесь. Леш, посмотри, какая здесь зеленая трава. Кормятка почему? Смотри, тут корова. Потому что, наверное, вода... Где корова? Близко. Ой, говорю, корова, крапива. А, крапива, говоришь, корова. Думаю, где корова. Ты про траву сказала, что корову надо. Крапива, да, молодая здесь. Но пруды не чистят. Да, скорее всего, плотина, да. Я думаю, что один, Леш. А вот, глянь, деревья какие. Хотя могут и эти бабры сделать, да, такое с деревьями. Бабры могут, да. Ой, как здесь красиво. Очень красиво. Главное, чтобы мы с вами потом от этой сочной травы кроссовки белые отмели. А то будут у нас кроссовки зеленые вместо белых. Это нас Иван Сусанин завел сюда. Странно. Здесь осень. А тут лето. Зеленая трава. Вы видите? А тут осень. А тут зеленая трава. Так интересно. Как вот такое может быть? Так вот природа распорядилась. Что-то Алексей призадумался. Так вот тут. А тут есть. Здесь, а тут лето. Что Алексей? Леш, ты в брюках, в носках. На носочки коротенькие, обрезанные. А что тебе, на длинные носочки денег не хватает? Смотрите почаще канал Алексея Стивлецова, чтобы у него монетизация шла побольше. А то ему на носочки денежек не хватает. Ну вот ты заряжаешь свой телефон? Да. Я как этот, рыбокоп, весь провода. Один проводочек ты мой. А что ты не взял свой? Моим пользуешься, зарядным. Замечательная природа. Мы что-то Дмитрия потеряли. Так много людей. Мы уже выходим с территории. На выход идем. Здесь так много людей. Привезли экскурсию какую-то. Может из организации. Может еще откуда. Что-то застал сюда. Здесь вот прям жилые дома есть, люди живут в посёлок. Я не знаю, правда, как они относятся к Спасскому Таринову, но просто, наверное, здесь когда-то были жилые дома, а потом вот сделали музей-заповедник людей, куда деть. Так и живут, и населять же их в красивом месте. Практически люди живут в музее. Смотрите, какую веточку у меня Дмитрий нашёл. Ну, красота. Прям на веточке три ягодки. Всё, уже почти дошли до машины. Подключить к вам попозже. Мы приехали на мемориал танкистам. Здесь очень красиво. Это между Мценском и Орлом. Мы уже возвращаемся домой, и вот по дороге заехали. Ну, вот такой вот мемориал. Мы остановились, припарковали машину, а тут очень много машин с собаками. Это собаководы. Не знаю, что за собаководы. Видите, какие у них большие собаки. Противотанковая пушка. Собаки такие крупные, такие большие. Мужчина, смотрите, еле сдерживает её. Она его, можно сказать, прям тащит. И вот у машин прицепы. В прицепах вот такие будки. И в этих будках такие крупные собаки. Шикарный, конечно, мемориальный комплекс. И прям на трассе. То есть, любой может остановиться, посмотреть. Скажите, пожалуйста, вот мне очень интересно. Вы на какую-то выставку едете? Да? Это где же будет выставка? В Туле. В Туле? А-а-а. Понятно. Оказывается, это будет в Туле проходить выставка. Вы посмотрите, какой красавчик. Сколько ж ваш мальчик весит? 78. 78? Как я прям. Шикарный. Шикарный. Но этот, видите, послушный. Куда не тащит свой хозяина. Рядом идёт. 78 килограмм собачка весит. Вот такой здесь мемориальный комплекс с танкистом, первогвардейцем. Инициаторы создания мемориала Орловский краеведчик Атихин. Руководитель агрофирмы Мценская Жернов. Молодцы. Хорошо, что у нас не забывает. Ухаживают. Я несколько раз проезжала здесь, видела, как моют всё. Плитку моют, цветочки поливают. Действительно, это нужно не мёртвым. Это надо живым. Да, согласна. С надписями согласна. Шикарный, конечно, мемориальный комплекс шикарный. У нас сегодня вообще получился очень плодотворный день. Очень. В один день побывали в двух городах нашей Орловской области. в старейшем городе Болхов и в городе Мценск. Я думала, мы не успеем сюда до захода солнца. Успели. Успели. Всё хорошо. Всё вам покажем. Я здесь была, я эти видео уже снимала, но на канале много новых подписчиков. Те, кто не видел, посмотрят, а те, кто смотрел, ещё раз посмотрят. Очень красиво. Орловская область. 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 Батальонный миномёт БМ-37. Напоминаю, со мной блогеры, мой муж Алексей Стеблецов и Дмитрий из Орла, канал природа и культура. Смотрите. Продолжение следует... 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 Хочу вас всех поблагодарить За то, что меня смотрите За то, что ставите лайки Пишите комментарии Большое вам всем спасибо Если вы еще не подписаны на мой канал Подписывайтесь Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео Всем спасибо И пока-пока